Меня многие спрашивают, а что, спид, ВИЧ, аллергия, это что, не болезни? Нет, не болезни. Это такой же продукт шлаков и токсинов, как и любое другое проявление, которое выходит наружу, или какие-то симптомы, которые врачи называют болезнью той или иной. Они придумывают разные названия болезни для того, чтобы ввести в вас заблуждение, для того, чтобы выпросить из вас 10 тысяч долларов, чтобы вы им заплатили, а еще того лучше, чтобы из вас что-то вырезать поскорее. Это индустрия, большая система. Если вы не будете понимать законы природы, не будете понимать, что такое болезнь, то вас будет всю жизнь водить за нос, понимаете? Все проблемы, в основном все проблемы, кроются в вашем кишечнике. Если вы не будете очищать кишечник, печень, почки, кровь, лимфу, легкие, межклеточное пространство, вы не добьетесь никогда идеального самочувствия. Такая чистка всего тела должна проводиться еженедельно и каждый день. Каждый день, а потом в конце недели уже генеральная уборка. Но каждый день вы должны чистить свое тело, если хотите познать, что такое здоровье. Но при этом мало просто чистить. Необходимо развить в себе человека правдивого, честного, открытого, несмотря на то, что в тебе недоверие к миру, как и у меня было, и у меня есть. Но я остаюсь открытой и всегда даю шанс людям. Я изначально открыто иду к людям, но потом, если я вижу, что ко мне нечестно, мне врут, лгут, поступают плохо, конечно же, я меняю свое поведение, я закрываюсь и ухожу. Я просто с такими людьми не имею дел. Я тщательно выбираю свое окружение. Меня окружают только очень давно проверенные люди. Поэтому скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да? Да. Так и есть. Без очищения кишечника и всего тела духовным развитием будет практически невозможно заниматься на том уровне, на котором оно должно быть постигнуто. Потому что читать могут два человека. Один очищенный, другой неочищенный. И очищенный поймет так, как оно есть. А неочищенный не поймет так, как оно есть. Он будет думать, что он понял, но он ничего не понял. Я говорю это на большом опыте, потому что сколько бы я не говорила людям неочищенным, что нужно так, так и так. Я им рассказываю все, как нужно. Они все равно потом задают один и тот же вопрос. И это результат того, что человек неочищен. Люди также могут очищаться, посещать различные программы по очищению, там разных коучей. Сейчас их развелось очень много. Много. Очень все рекламируют, пропагандируют себя. Я лучший, я лучший, я лучший. И посмотрите на меня, я лучший. Да, классно. Каждый волен делать то, что ему хочется. Это его жизнь, но самое главное — совесть. Знаете, почему я счастлива, ребята? Я вам расскажу. Во-первых, потому что я с Богом. Во-вторых, потому что я живу жизнь так, чтобы у меня не грызла совесть. И эти люди, они говорят вроде, вот вроде как бы правда, но не до конца. Они вроде предлагают какие-то очистительные программы. Да, но не то. Не помогает людям. Не помогает. И опять же, не каждому можно помочь тоже. Не каждому. Работать нужно индивидуально, в идеале. Но это огромный труд. Огромный труд. Работать индивидуально с человеком. И поэтому я могу сказать, что духовное развитие не познают люди в истинном свете, которые не очищали свой желудочно-кишечный тракт. От застарелых фекалий, от экскрементов, паразитов, от непереваренной пищи, начиная с самого детства. Представляете себе? А вы продолжаете есть неправильную еду. Вы продолжаете есть мертвую, вареную пищу, которая является едой для ваших паразитов. И они растут. Создают колонии в вашем организме. Потом у вас киста, миома. Потом рак, спид, вич. Это все результаты поедания вареной пищи и плюс неправильного мышления вашей психосоматики, вашей разрушающей природы. Вы лжете, вы лицемерите, вы жадные, вы нещедрые, вы неблагородные. Вот поэтому результат болезни просто так не приходит. Болезнь приходит в результате ваших действий. И по справедливости. Вы должны это понять. Во Вселенной есть закон. И если природа дает, то она дает по закону. Если природа дала вам болезнь, ваше тело есть ваша природа. Значит, это по закону. В теле несправедливости не существует. Запомните это. Несправедливость существует среди людей. которые с зашлакованными кишечниками устраивают войны, потому что агрессивные слишком. Я могу говорить агрессивно, но я очень добрый человек, поэтому люди любят садиться мне на голову и обманывать. Но с возрастом я учусь, учусь. Я несовершенна. Поэтому вам решать, куда идти, кому идти. Я всем желаю хорошего дня и очищения сознания и кишечника. Если ты хочешь прийти на мою программу, если ты хочешь взять знания, которыми я обладаю, получить поддержку, то ссылка в шапке моего профиля. Эти знания, которые я использую, когда работаю персонально с людьми по программе Вита Катарсис. Продолжение следует...